Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о российском футболе. И давайте попытаемся подвести некоторые итоги первой трети сезона, потому что 9 туров закончилось уже, прошли эти матчи в рамках российского чемпионата, в рамках Кубка. Ну, групповая стадия данного турнира уже пересекла экватор, поэтому можно действительно говорить о том, что треть сезона позади. И можно попытаться сделать какие-то первые итоги, в частности, касательно того, какие футболисты нас приятно удивили. Потому что много игроков действительно вот сейчас в России, от которых ничего особого, возможно, и не ждали, а они показали себя просто блестящими и сделали огромный шаг вперед. И вот я решил сделать рейтинг, скажем так, пятерку самых ярких открытий текущего сезона РПЛ. Пятерку я выбрал не случайно, потому что у нас, например, есть премия «Первая пятерка», где, в частности, определяют пять самых талантливых молодых футболистов России. Ну, а здесь будет пять открытий. И особо отмечу, что здесь будут именно те футболисты, от которых, наверное, мало чего ждали. Ну, потому что, если брать того же самого Бонгонда, например, в «Спартаке», ну, тут все-таки были определенные мысли, что это будет звезда. Или там бабич в «Спартаке». И то, что они играют хорошо, ну, это, так скажем, оправдание ожиданий. А здесь мы будем говорить именно о приятных сюрпризах. Когда вот какого-то футболиста не ждали такой прыти, а он показал себя просто как настоящий красавчик. В общем, давайте разберем этот рейдинг. Ну и начнем мы с пятого места, куда я поставил Абазбека Файзулаева. Он находится на пятой строчке, потому что все-таки пока что сыграл не так много встреч. И это как раз-таки открытие вот буквально последних пары-тройки матчей московского ЦСКА, где Абазбек начал пробиваться буквально в стартовый состав, начал показывать себя, и показывать себя просто великолепно. При том, что когда он пришел, ну, ожидания были примерно такие, что это молодой перспективный узбекский футболист, все здорово, все круто, все интересно, но сейчас он не сможет конкурировать с другими игроками ЦСКА, с опытными мастерами, со звездами, ну и далее под списку. И это футболист, что называется, на будущее. То есть когда-то он пробьется, но не сейчас. И каково же было удивление, когда в критический момент сезона, когда у ЦСКА идет спад результатов, когда у ЦСКА очень много потерь, очень много травм, именно юный узбекский футболист вышел на первый план и начал буквально спасать ЦСКА. В матче с Крыльями его голевая передача спасла от поражения команду. В матче с Ростовом, где счет был 3-3, Фризулаев поучаствовал практически во всех голевых атаках, и забил мяч, и отдал предголевую передачу. В общем, опять же, здорово себя проявил, и тоже, опять же, спас команду от поражения. При этом параллельно неплохо показал себя и в кубке. И вот сейчас, на фоне всего этого, многие уже говорят о нем не просто как о каком-то, знаете, ситуативном явлении, что это какой-то калиф на час появился и дальше исчез. Нет, что это будет основной футболист. В общем, посмотрим, но пока что пятое место абсолютно заслужено. И чем больше он будет играть, чем чаще он будет появляться в составе ЦСКА, тем выше будет подниматься в этом, в том числе, рейтинге. Дальше. На четвертую строчку я здесь поставил Сергея Бабкин. Игрока, который, в общем-то, неплохо известен, был российским поклонником футбола. То есть он раньше уже и за локомотив успел поиграть, и в прошлом сезоне в крыльях советов. Ближе к концу сезона стал основным. Но именно в этом году он, как и вся его команда самарская, которая сейчас вот в какой-то момент даже вышла на первое место, вот именно в этом году они смогли вот заявить о себе. И Бабкин, который великолепно работает в центре поля, и вся команда вот как единый механизм. И вот здесь этот игрок, Сергей, он не самый яркий, наверное, в составе своей команды. И сейчас куда больше говорят о другом открытии в составе крылышек, который в моем рейтинге будет на первом месте, забегая вперед. Однако Бабкин имеет фундаментальную, ключевую, такой, знаете, роль для игры команды. В центре поля он разгоняет атаки. Он работает в прессинге. Он разрушает атаки соперника. Он поддерживает опорную зону. То есть это настоящий многостаночник, который здесь именно своей разноплановостью и универсальностью завоевывает место в составе и завоевывает наше уважение. Ну и, в общем-то, то, что сейчас Карпин, тренер сборной, обратил на него внимание, это не случайно. Как и то, что о нем говорят, как о настоящем открытии сезона. Раньше он был молодым перспективным пареньком из системы локомотива. Сейчас это один из лучших центральных хавбеков России. Еще одно открытие сезона, теперь уже под номером три, это Николай Рассказов. Да, я понимаю, что тут многие удивятся о какой-то открытии. Но как раз в том-то и смысл этого рейтинга, что здесь мы говорим не о каких-то молодых и перспективных, которые именно сейчас прибавили, а именно об открытиях. А стать открытием можно и в тридцатник, и, я не знаю, даже постарше, потому что жизнь такая непредсказуемая штука. И вот рассказов как раз доказательства того, что уже будучи сформированным футболистом, можно открыться по-новому, можно раскрыться в новой роли и стать одним из ключевых футболистов топовой команды. Вот здесь, как мы воспринимали Рассказово до этого сезона, как Колю Пайвоза, как человека, который регулярно косячил в защите Спартака, не оправдывал надежд, ну и далее по списку. В общем, списанный игрок, сбитый летчик, футболист, от которого никто ничего уже не ждет. И тут на тебе, в условиях, когда команда Крылья потеряла многих лидеров, потеряла много футболистов, Рассказов начал использоваться, как игрок атакующей группы. И если в прошлом сезоне это были какие-то робкие наброски и какие-то единичные эксперименты, и общая статистика Рассказово в прошлом сезоне откровенно удручает 28 матчей и 2 плюс 1 по системе гол плюс пас, то вот в этом году в 13 матчах 2 плюс 3. Мам, дорогая, это Рассказов, это тот самый футболист, да, ребят? То есть человек просто раскрылся перед нами по-новому, и посмотрим, что будет дальше. В принципе, да, он уже не молодой и перспективный, но, скажем так, время на то, чтобы показать себя, еще есть, и время на то, чтобы прибавить, тоже имеется. Так что интересно будет следить за его карьерой, да и за всеми крыльями в целом. Второе место, и вновь мы отправляемся на Поволжье, это Эдгар Севикян. Опять же, говорить о том, что он был совсем безвестным, сложно. Про него достаточно много писали, он выступал в Испании, даже провел два матча за основу Леванте, так на секундочку. И тут, ну, наверное, следует констатировать, что он был молодым и перспективным игроком, от которого чего-то ждали. Но долгое время дождаться не могли, и в прошлом сезоне, ну, например, в Нижнем Новгороде у него было 16 матчей и два очка по системе гол плюс пас. Ну, прям, скажем, печалька, по-другому и не опишешь. А в этом сезоне 13 матчей, 5 голов, и вызов сборной России. После чего он, конечно, сказал, что я, типа, отказываюсь, буду играть за сборную Армении. Это отдельная тема для разговора. Я считаю, что это клоунада, просто когда сборные превращаются в клубы и занимаются тем, что футболисты, родившиеся в одной стране, переезжают в другой. Ну, такими темпами мы просто докатимся скоро до трансферов, что заплатил деньги, и у футболиста нашли, там, не знаю, русскую бабушку или армянского дедушку, и все. Он переходит в другую команду, в другую сборную. Это, на мой взгляд, клоунада. Но, тем не менее, решение Севикана, бог ему судья, а по факту мы можем сказать, что он проводит отличный сезон, и даже на фоне достаточно кризисного пари НН, который смотрится, знаете, очень нестабильно, чередует хорошие матчи с откровенными провалами, вот то, что Севикан так играет, столько забивает, и так показывает себя, ну, это, конечно, фантастика. В более атакующем коллективе, который играет в более стабильный и наступательный футбол, Севикан мог бы зажечь еще круче. Возможно, в том числе, он бы мог зажечь так же, как главное открытие текущего сезона на данный момент. Это, конечно же, Салтыков. Игрок Крылышек. Здесь как раз стиль игры подходит для атакующего футболиста, и поэтому регулярно в самарском коллективе кто-то из атакующих футболистов да поебалит. Пеняев, Глушенков, я не знаю, там, Писарский, еще кто-то. Вот теперь настала очередь Салтыкова показать себя. На данный момент он делит пятое место в России в российском чемпионате по системе гол плюс пас, что, конечно, является фантастикой. У него шесть очков по этой самой системе в 12 матчах сезона. И это футболист 19-летний, который в прошлом году выступал в ФНЛ и ничего, в общем-то, особого не показывал. В Акроне на уровне ФНЛ у него было 2 плюс 2 в 17 встречах. То есть в ФНЛ ничего выдающегося по сути не было. Да, мы помним Акрон в Кубке России, мы видели, что Салтыков парень перспективный, но, собственно, и все. Там про многих футболистов можно было сказать, что они перспективные, и стоит их перевести в высшую лигу. Но то, как Салтыков зажег именно в этом сезоне у Осенькина в системе крыльев, ну, это просто фантастика. Так что тут однозначно главное открытие, самое ключевое сейчас для Салтыкова, чтобы вот эта слава не сбила его с правильного пути. Будем на это надеяться.